Вести Карачаева, Черкесия Лечебные учреждения Карачаевой Черкесии за последние пять лет получили 90 новых машин скорой помощи, что позволило обновить автопарк медучреждений региона почти на 50%. По данным Министерства здравоохранения Республики, активное пополнение автопарка службы скорой медицинской помощи в Республике проводится с 2017 года и сегодня он насчитывает 159 автомобилей. Только в минувшем году муниципалитетам Республики было передано 17 единиц спецтранспорта. В Республиканском центре до конца года по программе капремонта отремонтируют 44 многоквартирных дома. Из них в 20 будет капитально отремонтирована кровля, в 10 домах заменят 33 лифта, рассказали в мэрии Черкеска. Следует отметить, что Черкесск ежегодно показывает высокий уровень собираемости взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Этот показатель в городе за 7 месяцев текущего года составил почти 100%. Карачаево-Черкесия входит в топ-3 среди российских регионов по реализации проекта социальной догазификации, поднявшись уже на вторую строчку в этом рейтинге. На сегодняшний день от жителей Республики принято более 2,5 тысяч заявок на догазификацию. Для половины из них уже выполнены строительно-монтажные работы по доведению трубы до границ земельного участка, а в 500 домов газ уже проведен. После старта этой программы в Карачаево-Черкесии оперативно была проведена адресная инвентаризация домовладений, подлежащих до газификации. В итоговый план график вошло 79 населенных пунктов и 5630 домов, которые подлежат газификации до конца этого года. Комментирует информацию первозаместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Рустам Эркенов. В этот рейтинг входит 14 показателей, начиная от своевременного исполнения заявки. То есть человек, когда пришел, подал заявку, по нормативке в течение месяца с ним должны заключить договор. Если этот договор не заключен, это нарушение сроков со стороны не «Газпрома», а регионального оператора газификации получается. Соответственно, рейтинг сразу падает. Буквально там несколько заявок, федеральный штаб это видит, рейтинг, соответственно, опускается. Обратная связь с гражданами. То есть в соцсетях периодически возникают вопросы. На эти вопросы нужно оперативно отвечать и, соответственно, на это тоже мониторится. В совокупности множества таких факторов, она как раз сказывается на рейтинг. Невозможно быть в топе рейтинга, исполнив какие-то 2-3 вещи. Там их очень много показателей, они в режиме онлайн. Мы с коллегами, помимо регионального штаба, еще такие рабочие группы создали по разным направлениям, в том числе с коллегами, которые приемом заявок занимаются, отработкой и так далее. Мы, соответственно, в этих микрогруппах решаем точечные проблемы. В совокупности взаимодействия нас, регионального оператора газификации, очень большую работу на местах проводят районы, у них тоже созданы рабочие группы. Предприниматели Карачаево-Черкесии смогут воспользоваться льготным инвестиционным кредитом. В результате предприятия могут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или ремонт, запуск новых производств сроком до 10 лет. Для средних предприятий ставка составит 3%, для малого и микробизнеса – 4,5%. В настоящее время планируется запустить проект в пилотном режиме. Предприниматели Карачаево-Черкесии могут узнать подробности о новом инвестиционном кредитовании, обратившись в Центр Мой Бизнес по телефону 250227. Курорты Карачаево-Черкесии могут стать участниками масштабной национальной премии «Горы России», в рамках которой будет определен лучший курорт страны. Участниками премии могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Об этом сообщил заместитель министра туризма и курортов республики Артем Овчинников. Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта туризма и индустрии гостеприимства. Премия будет вручаться примерно по 40 актуальным номинациям. Она впервые назовет лидеров отечественной горнолыжной туриндустрии. Участниками могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Регистрация участников и подача заявок на премию продлится до 31 августа 2022 года, а уже 1 сентября стартует народное голосование и продлится до середины октября. Параллельно пройдет экспертное голосование по дополнительным номинациям. 30 октября состоится подведение итогов народного экспертного голосования, а уже до 4 ноября победитель ждет торжественная церемония награждения. С более подробной информацией о регламенте, форме заполнения заявок на участие и списке номинаций национальной премии горной России можно ознакомиться на официальном интернет-портале www.nashogory.rf В рамках благотворительной акции Народного фронта «Все для победы» продолжается сбор средств для оказания поддержки жителям Донбасса, а также бойцам ДНР и ЛНР, ведущим борьбу за их освобождение. Очередной гуманитарный груз, направленный в Донбасс из Карачаево-Черкесии, включил в себя запас лекарственных средств и медикаментов. По словам координатора по работе со СМИ Народного фронта в Карачаево-Черкесии Зураба Бимурзова, в отправленную партию специально были включены лекарственные наборы для ополченцев и жителей, указанные на сайте в числе запрашиваемых. Отрадно, что наши земляки так активно отозвались на эти сборы, на сборы Народного фронта. Уже несколько месяцев трудовые коллективы, организации, простые люди подходят к нам, спрашивают, как помочь жителям и бойцам Донбасса. С нами связался пенсионер, житель Черкеска, который попросил помочь ему отправить денежные переводы из своей пенсии в помощь Народной милиции. И сегодня мы этим будем заниматься. Мы отзываемся на все эти предложения, как большие предложения трудовых коллективов, так и простых граждан. Мы благодарны всем, кто принимает в этом участие. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» продолжаются работы по реконструкции моста через реку Джигута, расположенного на автодороге межмуниципального значения Усть-Джигута-Терезе. Это довольно востребованное и загруженное направление, а мост протяженностью 106 погонных метров имеет большое значение. Именно он связывает Малокарачаевский район с другими районами республики. Преобразование моста сделает движение безопасным, а вождение комфортным. Об этом рассказал главный инженер управления Карачаево-Черкеско-Автодор Муаят Хутов. Новый мост будет более современный, нагрузкой более 200 тонн будет выдерживать. Будет 4 опоры, балки длиной 33 метра. Освещение будет на данном мосту. Этот участок будет соответствовать второй технической категории после того, как закончим реконструкцию. К мосту также у нас имеются подходы по 250 метров с каждой стороны. Они необходимы для того, чтобы сопряжение с мостом сделать более безопасным. Марафон «Добро капля за каплей» проводимый в Карачаево-Черкесии в рамках Всероссийской акции «Вода России» собрал 137 участников, которые очистили от мусора почти 3 километра береговой линии. Акция по очистке берега реки Кубань прошла с раздельным сбором отходов. Усилиями участников «Экосубботника» собрано 178 мешков мусора. Из них 40 пластик, 47 стекло, 2 металл и 89 мешков несортируемые бытовые отходы. В 19 школах Карачаево-Черкесии появятся современные центры детских инициатив. Это будет место школьного объединения, настоящий штаб для ребят, место встреч и сборов, где самые активные ученики будут заниматься внеурочной деятельностью. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Республики Лейла Атаева. Одним из мероприятий идет как раз открытие центров детских инициатив. Что это такое? Это некое зонирование пространства, в котором будет собираться актив школы. Таким образом, подобная зона рекреации для детей-активистов – это российское движение школьников, это представители движения юной армии, это различные, может быть, школьные и спортивные клубы, это могут быть дети, которые занимаются в театральных кружках, ну и разные другие активности, которые сопровождают сегодня жизнь школьника. И надо дать детям возможность своего такого пространства, в котором они могли бы обсуждать интересы, обсуждать какие-то возможные мероприятия, в которых они бы хотели принимать участие. С 25 по 27 августа в столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, впервые пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Кавказ Мьюзик Фест», в котором примут участие популярные артисты российской эстрады и регионов Северного Кавказа. Карачаево-Черкесию представят государственный ансамбль танца Карачаева-Черкесии «Эльбрус» и заслуженный артист Карачаева-Черкесии Рина Джанибеков. Предполагается, что фестиваль посетят тысячи жителей и гостей Кабардино-Балкарии из разных уголков страны. В связи с установившейся в последнее время на территории республики сухой и жаркой погодой, а также увеличением числа природных пожаров на земле сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов, на территории республики действует особый противопожарный режим, в связи с чем в лесах и на землях сельхозназначения запрещается проведение пожароопасных работ и разведение костров. Комментирует информацию заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Карачаевой-Черкесии Алексей Нарвыш. В связи с устоявшейся горячей и сухой погодой на территории Карачаевой-Черкесской республики прошло увеличение количества числа пожаров на 37%. Поэтому по становлению правительства Карачаевой-Черкесской республики номер 205 установлен особый противопожарный режим, в котором указаны мероприятия на стабилизацию обстановки с пожарами, а именно запрет разведения костров, запрет сжигания сухой травянистой растительности, пожневных остатков. Вместе с тем, при введении особого противопожарного режима сумма административных протоколов удваивается, то есть на граждан от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных от 20 до 40 и на юридических лиц от 200 до 400. С 26 по 28 августа в Оуле и Конхалк пройдет праздник урожая с Абантой. Он будет приурочен к столетию Карачаевой-Черкесии и 15-летию образования Ногайского района. Гостей праздника ждут народные спортивные игры, смотр Ногайских дворов, концерт мастеров искусств, чествование тружеников сельского хозяйства, представителей интеллигенции, спортсменов, а также различные конкурсы и розыгрыши. На курорте Архыз в Карачаевой-Черкесии завершился финал Кубка России по маунтинбайку в дисциплине «Скоростной спуск» «Даунхилл». Спортсмены проехали трассу с препятствиями и техническими элементами. Среди мужчин победителем всероссийских соревнований стал представитель Челябинской области Иван Кунаев. Среди женщин золото завоевала Анна Скумбина, представляющая Пермский край. Следующие крупные соревнования Архыз примет 25-29 августа. Чемпионат России, первенство из Партакеадо по кросс-кантри. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. В горах местами кратковременно дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30-35, в горах до 26 градусов. В Черкесске без существенных осадков ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 33 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!